В Владивостоке состоялась последняя в этом году акция по раздельному сбору отходов. Горожане смогли принести накопившийся пластик, макулатуру, вещи для благотворительных проектов, органические и опасные отходы. За три часа мероприятия посетили более 450 горожан. Акция отличается от обычной работы пункта тем, что здесь принимают больше отходов. Все собранное вторсырье отправится на переработку на заводы Приморского края и России. Обязательно здесь присутствуют волонтеры нашего движения, которых нет в рабочие дни. Которые все подсказывают, помогают, проверяют каждую упаковочку, то ли это или не то. И мы также делаем какие-то дополнительные сборы. Например, сегодня можно сдавать органику различную на компостирование. Также сегодня есть за руэст-магазин нашего одного из волонтеров, где можно приобрести товары, которые помогают сокращать отходы как раз-таки в быту. Ну и вот из раза в раз у нас что-то варьируется, добавляется или убирается что-то новое. Что обязательно нужно контролировать самостоятельно. И поэтому это не получается внедрять просто на еженедельной основе. Деятельность участников эко-движения очень разнообразна. Кроме масштабного сбора вторсырья, они принимают участие в фестивалях, проводят лекции, дают компетентные ответы на любые вопросы о раздельном сборе отходов. Также помогают добиться установки контейнеров для сбора вторсырья, найти общий язык перерабатывающим и заготовительным предприятиям с представителями власти. Сейчас стало проще и жителям, не нужно копить месяц, там два, и людям. И эта система продолжается. Оригинальный оператор внедряет контейнеры уже в Артеме какое-то количество, поставили в Надеждинском районе. В 2022 году уже должны появляться и в других городах Приморья. Конечно, это повышает лояльность и желание людей сортировать. Некоторые люди считают, что сортировать мусор не их ответственность, а мусорщиков. Однако на самом деле каждый должен разделять отходы еще дома, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. А готовы ли у нас люди к раздельному сбору? Я думаю, что можно посмотреть назад и понять, что, конечно, готовы. Нужно больше информации им доносить, рассказывать о возможностях, о раздельном сборе в городе, об акции. И я больше чем уверена, что большая часть населения уже готова. Почему вы решили сортировать мусор? Решила помогать таким образом природе, чтобы она меньше загрязнялась. Два года назад стала наблюдать за ними на Инстаграме. Мне так понравилось, я подумала, что уже все европейские страны давно это делают, вообще все цивилизованные люди. И я так и захотелась к этому присоединиться. Ну и потихоньку, так с малого начинала, буквально с каких-то там пары бутылочек, а потом так как-то все потихоньку-потихоньку, сейчас уже с кучей пакетов приезжают. Ну, вы знаете, скорее всего, это какая-то внутренняя потребность, потому что чувствуешь ответственность за то, что, скажем так, так как являюсь частью современного человечества, а мы достаточно безответственно относимся к происходящему вокруг, и в частности к тому, как наше потребление оказывает воздействие на окружающую среду. Мы все любим детей, внуков своих, а оставляем им в наследство горы мусора. Ну, наверное, это основное, что привело к участию. Этим занимаются во многих крупных странах, и я считаю, что это, в принципе, необходимо, учитывая сейчас последствия на планете. Насколько я знаю, по-моему, там 2 миллиона квадратных километров мусора в океане плавает. Ну, это же наследие детям, хочется как-то, чтобы почище было. Сортировки мусора я пришла лет 10 назад, когда мы жили в Японии, мы переехали в Японию, и там сортируют мусор уже очень-очень давно. То есть там каждый день вывозится какой-то, это в масштабах страны все происходит, каждый день вывозится какой-то тип мусора, то сжигаемый, то не сжигаемый. Не сжигаемых там видов 10. Бутылки отдельно, батарейки отдельно, маленькие приборы бытовые отдельно. То есть все-все-все вот это отдельно. И когда вот мы вернулись сюда года 3 назад, мне этого очень не хватало. То есть я прям, не знаю, с болью в сердце выбрасывала все эти пластиковые бутылки в обычный мусор, и потом я увидела вот такой замечательный проект. Каждый из нас уже сейчас может сделать свой вклад в улучшение экологической обстановки, придерживаясь более экологичного образа жизни. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok